Всем привет! Сегодня вместе с вами я решила пробежаться по магазину Leroy Merlin. Первое, что мне попалось, это мини-орхидейки. Вот такая вот похожая на Яхо Пингел, которую я недавно покупала. Ну, цветы один в один, и губа все, такая немножко вниз догнутая, тоже мультифлорка. Видно, что цвела с нескольких боковых почек. Уже, конечно, отцветают, но, тем не менее, цена у них до сих пор остается 258 рублей. Они тоже здесь есть беленькие, но вот эти очень привлекают мой взор, потому что очень нравятся. Похожи на Филадельфию, похожи на Шелериану. Вот это так вообще просто красавица. Посмотреть, какие листики, корешки. Я бы с удовольствием, наверное, взяла бы такую, если бы я недавно не купила в группе ВКонтакте подобную орхидею. Которую, кстати, недавно пересадила, показывала вам видео о ней. Дальше у нас идет здесь Фаленопсис, точнее не Фаленопсис, а Орхидея Микс, как она у них называется. Здесь Камбрии, Анцидиумы, драгоценные орхидеи. Вот посмотрите, какая Камбрия красавица. Хотя у меня таких нет, но привлекают, конечно, внимание. Они чаще всего ароматные. Вот такие Камбрии тоже. Дендробиум 1 затесался. И вот еще поближе, смотрите, какая Камбрия красавица. У них здесь несколько кустиков. Точнее, горшочков. Цены, конечно, разные. В Леруа не указывают на горшки. Цены указывают, в общем, под этим стеллажом. Цены. И, в общем-то, часто очень можно перепутать цену. Думаешь, у нее одна цена, а кто-то там из покупателей переставил на другое место. Передумал брать. А потом, соответственно, и цена другая. Фаленопсисы такие. Ничего экстравагантного. Все то, что мы привыкли видеть в большинстве случаев в магазинах. Но я так понимаю, это все, что осталось после новогодних праздников. Тоже вот крупные такие, более-менее белые фаленопсисы. Здесь в продаже около 700 с чем-то рублей стоит. Ну, и уже, конечно, вы видите, такие желтые листья. Явно их тут водой пополивали сверху. Вот этот фаленопсис вообще тоже. Посмотрите, вот эти по 386. Ну, средняя такая расцветка, да, ничего сверхъестественного. Но, опять же, обидно видеть фаленопсис в таком состоянии. Посмотрите, там уже налицо гниль и глубоко посажены, поливают. В магазине, соответственно, начинается гниение. Ну, не знаю, возможно, сейчас еще можно спасти. Вот тут уже бутончики сохнут. Значит, тоже проблемы с корневой вполне вероятно с залили. Ну, у кого небольшое количество орхидеи, возможно, что-нибудь для себя бы и нашли. Но, в целом, конечно, как после нашествия выглядит вся эта полочка с орхидеями. Вот белый крупный фаленопсис и нежно-розовый. Такой вот тоже красивый. Но, опять же, сохнут бутоны, наверное, тоже либо не дополили, либо уже проблемы с корнями. Ну, судя по всему, что завозят перед новогодними праздниками, значит, уже успели залить. Ну, вот тоже интересная такая полосатенькая, оранжевая немножко. Крашеная синяя орхидея уже тоже вянет. Синие листья видно. И цена тоже почти по 1000 рублей. Хочу вам достать, но что-то не получается. Но корни тоже на вид сверху уже все поусохли. Ой, да, вон еще одна на заднем плане. И спереди здесь, опять же, цена написана 665. Ну, не знаю, насколько это верный ценник. Такая вот тоже уже проблема явно пошли какие-то с орхидеей. А все же опять от полива в магазине поливают. А бы как вообще, честно признаться, гонят их сюда на продажу, лишь бы, лишь бы продать. Снова драгоценные орхидейки. Цена, конечно, это уже не на них. А вот этот, кстати, от синдиума прекрасно так пахнет, как будто жвачкой. Но цветы, знаете, конечно, берут своим количеством, но никак не великолепием цветка. Очень похоже как-то на полевые цветы. Но, безусловно, аромат вообще просто сказка. Хотя я не привыкла иметь с ними дело. Может, когда-то куплю. Но явно, наверное, не сегодня. Хотя, вот покажу вам саму розетку. Может, кто-то захочет приобрести. Здесь несколько бульб. Но, опять же, они сморчены. Возможно, есть какие-то проблемы. А вот еще хотела вам показать вот такой анцидиум желтый. Похожий на свитшукар. Очень тоже ароматный, красивый. Часть цветов уже отцветает. И посмотрим с вами на розетку. Ну, уже, конечно, уже сморчены бульбы. Но их три штуки. В принципе, ничего такая себе. Но, опять же, не беру, потому что не имела с ними дела ранее. Может быть, когда-то, но не сейчас. И цены тоже, опять же, на микс, по-моему, что-то около 500 плюс-минус. И вот такая очень красивая привлекала внимание. Потому что желтая, яркая. И посмотрим с вами сейчас на ее кустик. Ну, вполне себе впечатляет. Красивый-таки толстый бульба. Тут еще у нас дендробиум. Написано, что вроде как 511. Не знаю, насколько это верная цена. Кабрии, опять же, по второму кругу. С вами пройдемся. Посмотрим уже непосредственно на сами кустики. Но тут одна бульба. Конечно, не шибко шикарный куст. Но цветет привлекательно. По крайней мере, все цветы в распуске. Красивые. Привлекательные такие тоже. Но сзади уже вы видите, что что-то гниет. Это, наверное, вполне нормально. Вообще, в целом, такая картина, что орхидеи такого себе качества среднего. Дальше здесь несколько экземпляров вант висит. Цена на всех одинаковая. И, скажу вам, не дешевая. 2,485. Но если бы, знаете, это было качество. Такое великолепное. Вот оранжевая орхидейка. Привлекает больше всех меня. Не знаю, почему-то мне нравятся рыжие. Розовая еще. Кстати, вот у розовой цветы довольно крупные. Но, опять же, на некоторых стволах я вижу такую желтизну. Уже желтеют листья где-то там в середине. Вот это тоже крупная красавица. Фиолетовая. Конечно, может быть, бывалый человек. Как-то там, быть может, кто-то, кто не разбирается, и может купить такую орхидею. Но, опять же, вот кое-где я вижу желтеющие листы, я бы такую брать не стала. Тем более, по такой стоимости. Ну, оранжевая уж очень мне понравилась. Красавица. Но, тоже, цена, опять же, 2,5 тысячи. Не всех устроит. Но, цвета, видите, и белая есть, и розовая, и оранжевая. Какую хотите, можно выбрать. Но, мы видим, что их не особо-то и разбирают. Вот тоже розовенькая. И тут слева вот еще одна висит. Ну, состояние. В принципе, среднее состояние. Можно выбрать, если есть желание по такой стоимости купить. Ну, я не готова пока. Они же, посмотрите, какие красивые на подарок лудизеи, драгоценные орхидейки, которые еще будут свистеть. Красивый, компактный кустик. У меня была когда-то, но я не очень люблю, они так разрастаются. 401 рубль стоит. Дальше мы идем с вами, мы видим лимоны. Красивые тоже такие деревица, небольшие. Вот цена на них. Тоже когда-то давно был лимон, я тоже давал лимоны. Но сейчас уже нет. Дальше у нас еще какие-то, я даже не знаю их названия, бамбуки дальше. Цена тоже по 92 и 121 рубль. Насколько знаю, они неприхотливы. Юка тоже когда-то у меня была, но уже сгнила. Был такой случай. Дальше я не знаю, что это за растение, что мы встречали раньше, более в меньшем размере. Это стоит 2,804 налина. Интересное растение. А дальше мы с вами видим, это у нас шифлера. Похоже на то, что есть у меня, только у этой варигатные листики. Очень красиво, привлекательно. Смотрите, что я вижу. Ну, уже просто гнилое месиво. Что он здесь делает, не знаю. Но эту орхидею уже не спасти явно. Тут и корней-то нет. Печально, но и такое, наверное, бывает. Хотя вижу такое прям гнилое месиво впервые. Но цветы очень красивые. Жаль, конечно, что его постигла такая участь. Ничего не поделаешь. Дальше мне привлекла внимание вот эта елочка. Посмотрите, какая красивая. Такая вот она реально. Вживую тоже такого цвета, зеленого цвета. Но, опять же, для нее, наверное, условия нужны подходящие какие-то. Купресус называется. Цену не знаю на нее, не нашла. Но красивая, привлекательная очень. Ну и мы плавно с вами подходим уже к уценкам. Здесь вот эти рождественские цветы. В уценке находятся цветы. Цены на них я не знаю. Но обычно отцена в Леруа 50% уценки. Луковичные. Так, пойдем дальше. К следующему стеллажу с уценками. Тут у нас, я вижу, уже фиалки стоят. Еще, по-моему, гузмани. Если не ошибаюсь с названием. И вот наверху вижу котлеи. Сейчас обойду и покажу вам. Потому что, в принципе, я интересовалась в этот приход уценками. Вот несколько кустиков котлей с уценками. Возьмем первую. Цена на нее 500 рублей. То есть, изначально почти 1000 рублей, наверное, стоила. Кустик очень хороший. Много бульбочек. Есть также новый рост. Я хочу посмотреть все, что здесь есть. И уже определюсь, что хочу взять я. Это тоже очень шикарное. Много-много бульб. Еще больше, чем предыдущий. Но вот здесь новый рост. Явно попала вода. Уже какие-то процессы. Хотя, можно отрезать этот рост. Но, в общем-то, не очень хотелось. Если есть выбор, то я возьму чуть получше. Так, и третье. Котлейка тоже офигенный куст. Такой прям шикарный, расчудесный. Тоже новый рост есть. Темно-зеленые такие листики. Опять же, цветов нигде нет. Какой они расцветки, я не знаю. Так, чтобы не упала. Поставим. В общем, какой-нибудь сейчас возьму. Отдвигаемся дальше. Что у нас здесь? Фикус огромный. Просто такие лопухи здоровые. Фикус Бенджамина тоже. 1338 стоит. Такие огромные. Уже, в принципе, на подарок. Очень тоже вполне себе. Это, кажется, драцены здесь стоят. Ценник я пока что здесь не нахожу. Но это для тех, кому интересны драцены. Такие хорошие декоративно-вистые растения. А цена на нее 1052 рубля. Там, ну, красиво. Также колонхоя микс. Очень их люблю. Декоративный такой колонхоя. Но, опять же, на продажу они такие красивые, пышно-цветущие. Это не их стоимость. Интересно, сколько они стоят здесь. Возьмем вот это. Посмотрим сейчас. Но ценника что-то я не вижу. Но очень красиво. У меня тоже такие есть дома. Разных цветов. Также у нас дальше идут декоративно-лиственные. Красивые растения. Дальше еще фикусы. Чуть поменьше размером. И стоят 328 рублей. Но растут, кстати, фикус Бенджамина довольно быстро. Единственное, они любят, когда его заливают. Так, а вот эта красотка фикус экзотика какой-то. Очень красивый ствол. Цена вы видели. А вот эта очень напоминает листики плюмерии. Но как называется, сейчас посмотрим. Так, а название вы видели. Поставьте на паузу. Ну, красивая тоже. Очень зеленый, красивый, сочный. Ой, вот этот фикус вообще мне понравился. Посмотрите, какой ствол огромный. Просто уже дерево такое. Ну, по типу бонсая сделан. И чуть поменьше такие же. Соответственно, чуть подешевле. А вот эти интересные. Посмотрите, с помидорами. Как будто помидоры. Ну, наверное, это что-то типа цветов. Не знаю, интересно узнать, как называется. Сейчас мы с вами посмотрим. Название Солянум. Интересно, что это такое. Кто-нибудь, может, выращивал. Расскажите. Ну, очень напоминает помидоры. Хотя понимаю, что это явно не помидоры. Так, а вот тут выше стоит несколько насекомоядных. Тоже красивые. Зеленые, мохнатенькие такие листики. Вот эти два мне особенно понравились. А вот тут справа какой-то выглядит не очень хорошо. 301 рубль стоит, в принципе, тоже. А напоследок я вам хотела показать башмачки. Очень крупные цветы у них. Это американские гибриды. Некоторые уже, конечно, вот видите, отцветают. Но, опять же, их не спешат уценивать. Такие, если подойти и спросить про оценку, обычно стоит 80% от стоимости. То есть, если он стоит 1000, то его продадут где-то за рублей 800, что есть, знаете, непривлекательность. За 1000 можно купить цветущий, а за 800 уже отцветающий, то я не вижу смысла в этом. Лучше всегда дождаться оценки. Но они очень большие, наверное, сантиметров 10-12 в диаметре эти цветы. И посмотрите, по нескольку розеток имеют. Одна цветущая и, по-моему, до двух растущих местами есть. Ну, вот очень красивый. На подарок аж бегом можно подарить. Ну, вот это тоже, конечно, цветает. Такой точно не подаришь. У него одна розетка, конечно, не самый лучший из всех этих башмачков. Так, я хочу посмотреть все. Посмотрим теперь этот. Ну, красивый. Красавец, конечно. И что у нас здесь? Одна розетка растущая. Есть. В общем, хорошенький пофигидилум. Так что, кто хочет, приезжайте, еще можно купить красивый цветущий. Напоследок еще вам показать. Хотела, не знаю, как мимо них прошла. Тут просто кокосовая ферма. Цена на них 828 рублей. Но они так эффектно выглядят. У них такая красивая зеленая масса. Я не знаю, какого они ухода требуют за собой. Но посмотрите, какие шикарные кокосы. Треснулись. С них пошли просто расти кокосы. Я не знаю, плодоносят они или в зависимости от условий. Вот в сравнении с моей ладонью целый кокосиандр. И на этом буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилась моя прогулка поляруа Мерлен. Если да, ставьте пальчики вверх. Всего вам доброго. Пока-пока.